Подружки, привет! И добро пожаловать в мой сегодняшний дурдом. Сегодня у нас 26 недель моей беременности. Началась 27-я неделя, и я потихонечку, потихонечку начинаю паниковать. Паниковать не по поводу родов, потому что до родов у нас еще осталось очень много времени. С этим как-то пока все в порядке. Паниковать я начинаю по поводу всех наших передвижений и того, что ожидает меня в ближайшую неделю. А именно, с моим старшим ребенком мы переезжаем в Ригу, где мы останемся уже до родов и чуть-чуть еще после. И в связи с этим мне нужно собрать огромное количество вещей, мне нужно продумать, что мне брать с собой, что мне оставить на попозже, когда уже Арс приедет к нам ко времени родов, поскольку он тоже что-то может привести. Короче, сегодня будем немного с этим разбираться. Буду вам рассказывать, показывать, как я сгруппировала все эти вещи, что я в первую очередь повезу, что мне нужно обязательно купить. Короче, со всем этим мы с вами разберемся. В комментариях на эту тему многие мне частенько пишут, да и в целом. Всю жизнь моего канала, это уже почти три года, мне пишут и задают вопрос. Даци, зачем ты ездишь все время в Ригу? Зачем рожать в Риге? Почему ты постоянно с этими вещами таскаешься? Почему ты не можешь отправить все почтой? Почему, 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 почему? В общем, есть какое-то такое странное мнение, что раз уж ты приехала жить в другую страну, то оставайся в этой стране, уже порви ты наконец со своей родиной, нечего туда мотаться. Одно дело, когда ты там приезжаешь в гости к своим родственникам, другое дело, вот что ты постоянно туда-обратно, туда-обратно рожаешь там. Что ж такое-то? Неужели в России нет хороших роддомов? И в целом вот невозможно вот без этой Риги своей обойтись. Подруги. Значит, сразу рассказываю ситуацию. И также для тех, кто не знает нашу ситуацию, значит, я латышка из Риги. Мой муж, он из Санкт-Петербурга, работает здесь, в Санкт-Петербурге, хирургом. И, следовательно, мы большую часть времени проводим здесь. Но я не переехала на 100% вот прямо на жизнь в Санкт-Петербурге. В Риге у нас есть дом, в котором мы также проживаем. Там у нас семья, там у нас тоже есть друзья, близкие люди. Да и в целом, Рига, Юрмала, вот это те города, которые нам по атмосфере очень близки, которые нам очень нравятся. И мы как бы, ну вот, просто представьте, что мы живем просто на два дома. Почему рожаю и рожала в Риге? То есть, Рэма я родила в Риге, и сейчас второго малыша в сентябре также планирую родить в Риге. Просто потому что я хочу, чтобы у моих детей был европейский паспорт. Для того, чтобы родить, намного все проще. То есть, мне не нужно проходить 15 тысяч специалистов. То есть, там, включая офтальмологов, стоматологов, ортопедов, ну, кого там еще, хирургов, терапевтов, ну, я не знаю. Я уже, конечно, не перечисляю всех, кто приходит в голову. Но в целом, для того, чтобы родить, встать на учет в Риге, нужно намного-намного меньше проходить постоянных специалистов, сдавать анализы и так далее. Все просто потому, что подход немного отличается. И подход этот заключается в том, что если у тебя нет жалоб, если у тебя нет патологий, болезней и прочее, мы не трогаем тебя. Ну, то есть, не надо, все же хорошо, чувствуешь ты себя хорошо. Показатели основные все в норме, значит, беременность протекает в норме. Есть череда, естественно, анализов, скринингов, визитов к доктору, но они намного меньше, следовательно, и дешевле, чем, например, в России. В Риге есть великолепный роддом. Он не отменяет великолепнейших роддомов в Санкт-Петербурге и других городах России. Ни в коем случае. Но для того, чтобы родить в Рижском роддоме, все, что мне нужно, мне нужно прийти, здрасте, вот с обменной картой и просто иметь хотя бы 4 сантиметра раскрытия, вещи свои и прийти рожать. То есть, никто лишних вопросов тебе задавать не будет. Причем Рижский роддом был недавно отремонтирован и несколько этажей просто с лучшим оборудованием, лучшим ремонтом. И все это вот просто, ну, очень удобно. Хочешь ты роды в ванне? Будут у тебя роды в ванне. Хочешь ты рожать в гамаке, который висит с потолка? Будет у тебя гамак с потолка. Хочешь в душе? Будет в душе. Хочешь на кушетке? Будет в кушетке. Короче, вот как тебе надо, так оно и будет. Единственное, что ты, конечно же, должна, это соблюдать правила роддома, медперсонала и как-то вот слушать, что тебе говорят доктора. Если в России для того, чтобы родить вот так, как мне хочется, опять же, не так, как другим людям хочется, не так, как другие люди считают правильным, а так, как мне хочется родить, то в целом это, наверное, будет стоить далеко за 100 тысяч, потому что мне важна и подуралка, мне важна частная семейная палата, в которой муж сможет остаться ночевать и прочие качественные обстоятельства, которые вот мне важны в этом великолепном процессе. А в Риге это стоит в разы дешевле. Я вот вспоминаю, за мои первые роды, то есть у нас была эпидуралка, у нас была семейная палата, Арс со мной ночевал в роддоме, у нас была парковка машины, это центр города. Мне кажется, мы заплатили что-то 300 с хвостиком евро. И это при всем при том, что мы в роддоме оставались на дня, наверное, 3-4. То есть это все осмотры, это все необходимые медикаменты, которые тебе нужны, это прививки малыша, также эпизиотомия, которую мне делали, меня зашивали, то есть сами роды. Также еда, кормили 3 раза в день и какие-то еще медикаменты дали мне с собой, обезболивающие домой. Сейчас на этой семейной палате был свой душ, свой туалет, ну то есть это маленький такой номерок, в котором есть абсолютно все удобства и тебя вообще никто не трогает. То есть ты отдельно со своим малышом, со своим мужем находишься 3-4 дня в этом роддоме. На следующий день после родов я просто спускаюсь на первый этаж, там я прохожу к фотографу, который фотографирует моего малыша на паспорт и российский, и латвийский. То есть он знает, как нужно сфотографировать малыша. 40 минут он с ним там мучился, но он добился того, чтобы младенец на второй день жизни свой открыл глазки и посмотрел в камеру. И эта фотография была годна для документов. В соседней двери сидит магическая женщина, которой ты стучишь и заходишь и говоришь, я вчера родила. Даешь свой паспорт, и она быстренько в компьютере что-то там нажимает, для тебя распечатывает быстро свидетельство о рождении, там же, тут же, на месте, и говорит, пособия нужны? Я говорю, нужны. Она говорит, сейчас оформлю. Значит, все, что она может, там пособия 2, по-моему, она смогла сама оформить. То есть это пособия от моего города и вот такое единичное первое пособие, которое вот при рождении ребенка. И она говорит, так, у вас муж иностранный гражданин, вот третье пособие вы должны будете оформить сами. Вот зайдете вот в портал, ну это что-то типа госуслуг. И, в общем, сами оформите, потому что вам нужно заполнить еще данные из вашего мужа. И я говорю, хорошо, не вопрос, я поднимаюсь наверх в свою палату, захожу в компьютер, в свой профиль, заполняю все необходимые данные, и все. И все мои пособия оформлены. И буквально на третий-четвертый день, я только смотрю в телефоне, мне тынг, 600 евро капнуло, тынг, еще 150 евро капнуло. И, в общем, я начинаю получать свои пособия на свой банковский счет. Вот настолько это все просто. Потом, после того, как у нас уже произошла выписка, мы отправились тут же в миграционную службу для того, чтобы подать документы на паспорт ребенка, то есть латвийский паспорт. Для этого мне нужно было всего-то навсего позвонить онлайн, записаться на конкретное время, то есть мне удобно на следующий же день. И, в общем, мы поехали, отдали все необходимое, свидетельство о рождении, уже сделанные, распечатанные фотографом фотографии. И оформили латвийский паспорт моего ребенка. Если бы мне сильно надо было бы, я бы заплатила там что-то типа там 60-70 евро и получила его вот прям с утра на следующий день. Но так как у нас такой большой спешки не было, мы получили во второй половине следующего дня. И потом мы отправились в российское консульство, посольство, и там мы начали собирать пакет, огромный вот такой вот пакет документов для российского паспорта. Этот пакет документов, конечно же, нам вот список того, что нужно, дали с ошибками. В последний день до отъезда Арса в Санкт-Петербург нам нужно было просто голову сломя нестись, получать еще какие-то последние там бумажки, которые нужно получить. Потом быстро бежать к нотариусу. Нотариус должен эти бумажки проверить, перевести, заверить, поставить себе свой миллион печатей. И мы должны обратно отнести в консульство, которое, кстати говоря, принимает всего там 2 часа в день. Сейчас с пандемией я вообще боюсь просто подумать, что нам нужно будет сделать для того, чтобы эти документы подать. Причем подать может только папа, потому что мама, как вы знаете, не гражданка России. Мама этого сделать не может. Ровно так же, как и паспорт получить, я тоже его не могу. Его получить может только Арсен, потому что он гражданин России. Так вот, вот сами представьте, насколько вот с одной стороны для меня вот после родов со старшим ребенком и со всеми моими какими-то историями мне намного легче родить, за это заплатить, получить документ, то есть паспорт ребенка в своей стране. И если сравнить с тем, что мне придется пройти здесь, если я решу рожать как гражданка Латвии здесь в России. Это намного-намного сложнее. Кстати говоря, на вид на жительство я уже тоже документы подала. И вот буквально в ближайший месяц мой вид на жительство, он должен ко мне приехать. Так вот, исходя из этих маленьких-маленьких деталей, которые только касаются родов, которые касаются оформления пособий. Кстати, в России я пособия вообще не получаю. Ни материнский капитал, ни ежемесячный, то есть несмотря на то, что мой ребенок гражданин России, он не получает ровным счетом ничего. Ровно так же, как и не получит и второй, просто потому что одно обстоятельство. Мама не гражданка России. Папа гражданин все равно. Это ни на что не влияет. То есть мама должна либо отойти в мир иной, либо бросить семью для того, чтобы папа получил хоть какие-то пособия. То есть папа у нас не считается. Следовательно, сами понимаете, вот такие маленькие обстоятельства, они, конечно же, играют большую роль в моем выборе, где рожать и какие документы и как ребенку оформлять. Поэтому через неделю, даже меньше, чем через неделю мы едем в Ригу. Там мы проведем с моим старшим ребенком и с малышом в животе лето до сентября. В сентябре приедет Арс и, собственно, мы уже отправимся рожать. Плюс ко всему, там живет моя мама. И моя мама также сможет мне помочь первое время, первые недели с малышом, со старшим ребенком. После родов уже, когда Арс вернется в Россию, поскольку он должен возвращаться к работе. И в связи с этим, дорогие мои подруги, мозг у меня, естественно, кипит. Кстати, план, как мы поедем в Ригу. Мы поедем на двух машинах. Значит, Арс нас довезет до границы Пскова и Эстонии. Этот путь будет занимать, по-моему, часов 7. То есть это большая часть нашей дороги. И потом еще часа 2,5-3 я поеду 30 километров по Эстонии и всю остальную дорогу по Латвии. Вторая машина, в ней за рулем будет наш семейный друг, который уже с границы заберет Арс, и они вернутся в Санкт-Петербург. И в связи с этим у меня, конечно же, есть больше места, куда положить вещи. Уже когда Арс, значит, поедет обратно, я смогу также некоторые вещи поместить на пассажирское сидение рядом с водительским. Ну и, следовательно, вот этого места в машине будет еще немного больше. Поэтому действительно отвезти мы можем много-много-много-много-много всего. И вы знаете, что этих вещей у нас немало. Ну а перед тем, как приступить к вещам и рассказать вам, как приблизительно я вот тут это все группирую, разбираю, и что уже для себя отметила, что точно возьму, нам еще нужно поговорить с вами о нашей 27-й неделе беременности. Ну или о 26-ти неделях беременности. Самое важное, что нужно упомянуть, это результаты глюкозотолерантного теста при беременности, который я сдавала на прошлой неделе, или простым языком говоря, тест на сахарный диабет беременных, и также прочие анализы, которые я вместе с этим тестом сдала во время своего визита к гинекологу. Значит, слава богу, все тесты у меня в норме, сахар у меня в норме, все в порядке. Рисков заработать сахарный диабет при беременности у меня в принципе нет. Мы по этому поводу не волнуемся, и все в порядке в этом вопросе. Также, сдав все прочие анализы, они показали, что все хорошо, все мои показатели в норме. Также рисков гистоза, которые нас немного как бы пугают и волнуют в связи с моими отеками, этих рисков тоже нет, потому что все в порядке, в моче белка нет, и все показатели прочие также в порядке. Все, что мы сейчас делаем, мы боремся с моими отеками, которые естественно усиливаются в связи с летней жарой. Я по рекомендации своего доктора прошла очень мягкий и щадящий курс, чтобы вывести лишнюю воду, и за первые два дня результат минус один килограмм. Это уже радует. Нога, конечно же, моя левая, как вы знаете, она отекает, но, опять же, уже много раз говорила в этом, мне помогает компрессионное белье, живот, который, кстати, сейчас покажу, уже совсем не маленький. Вот так мы выглядим 26 недель. Его носить мне помогает беременный бандаж, который, кстати говоря, я одеваю не каждый день, просто по необходимости. Ну, а в остальном, во всем я, на самом деле, чувствую себя нормально, уже более или менее адаптировалась, вот как раз-таки, к летней жаре, к режиму моего ребенка, к тому, что мне вот с таким животом в беременность нужно как-то функционировать, чувствовать себя плюс-минус комфортно и заниматься старшим ребенком. Так что в этом вопросе все в порядке, и в преддверии нашей поездки я, на самом деле, чувствую себя хорошо. Так, ну вот, подружки, посмотрите, что здесь творится. Вот эта детская комната, в которой я расположила главные вещи, которые нужно взять с собой. Здесь не все, что-то еще добавится, потому что что-то еще в доставках, и за следующую неделю кое-что еще придет. Ну, да ладно, все остальное буду вам показывать уже по ходу пьесы и, в общем, в процессе. Значит, что у нас здесь имеется из главных вещей? Давайте все по порядку. Что я беру с собой? Значит, из больших штук, конечно же, это коляска Bugaboo. Вот это вещь, которую я точно беру с собой сейчас в нашу поездку с Рэмом, поскольку нашей двойной коляской Bugaboo Donki 3 мы будем пользоваться уже сейчас. То есть она просто будет в режиме моно. Значит, что здесь есть? Первое – это шасси, колеса, потом все необходимые рамы, ткани, капюшоны и прочие вещи для сборки люльки детской, прогулочный блок для Рэма, и также вот эта сумка, которая встает на шасси коляски, когда эта коляска у нас в режиме моно. То есть это все будет помещаться в багажник и в целом, наверное, будет занимать большую часть багажника. К моей колясочке Bugaboo пойдет вот эта вот прелесть Mama Ru for Moms. Это шезлонг. Так, где ты у меня? Вот так выглядит этот шезлонг. То есть это автоматические качели, которые укачивают малыша. Я вот прям знала, что эта вещь для меня абсолютный must-have, потому что в прошлую, вернее, в прошлый раз после рождения ребенка эта штука спасла меня, когда мой ребенок не хотел спать. Будем ее тоже разбирать. И уже в Риге, после того, как я ее соберу, буду вам показывать, рассказывать, как она у нас выглядит. Дальше здесь у нас все, что от Baby Burn, то есть это шезлонг. Это уже ручной шезлонг, в котором ребенок также будет отдыхать вот с такой вот прелестной игрушкой. И рюкзак для того, чтобы можно было малыша носить на себе. Ну, я в этот раз решила запастись еще одним рюкзаком. И здесь у нас новый рюкзак Baby Burn, просто потому что я знаю, насколько активно бегает мой РЭМ. И поэтому предполагаю, что будут моменты, когда нужно будет малыша носить на себе, чтобы вот, в общем, угнаться за РЭМ. Дальше здесь стерилизатор игрушек, сосочек, телефонов, планшетов и прочих вещей от Munchkin. Эту новинку я обязательно беру с собой, поскольку помню, как тщательно все стерилизовало в прошлый раз. И в этот раз тоже, по крайней мере, первый год жизни малыша. Планирую стерилизовать не только его бутылочки, посуду, но и также его сосочки, игрушки, вещи, которыми он пользуется. Эта штука просто гениальна. Она очень крутая, портативный стерилизатор. По-моему, это тоже на батарейке работает, но я не уверена. Короче, будем им пользоваться, буду вам про него тоже рассказывать, его показывать, я думаю, неоднократно. И также здесь у нас сумки наши. А, из больших вещей. Что же, здесь у нас Дуна автокресла для маленького малыша. То есть это автокресло-колясочка, два в одном, для новорожденных. Это тоже обязательно. Вот этот предмет я беру с собой и без него никуда не поеду. И также к нему здесь у меня всевозможные конверты, муфты для ножек. В общем, это уже на более холодную погоду. Ну, это уже октябрь-ноябрь, когда действительно на улице уже будет более прохладно. Потом, что у нас с сумками. Пока у меня здесь две сумки. Первая сумка – это бугабу, в которую я сложу все вещи малыша. И в целом, если говорить про одежду и прочие какие-то вещи для ребенка на первый месяц-полтора месяца жизни, мне больше ничего не нужно будет. То есть, может быть, можно будет купить какие-то муслинчики или там, я не знаю, полотенце. Но в целом здесь есть все. Что у меня в этой сумке имеется? Значит, здесь у меня теплый конверт в коляску. Значит, вот такое вот прелестное полотенце от Эллади. Потом у меня есть еще второе полотенце от Аланд с Мишкой. Дальше здесь у нас пеленочка большая и набор пеленочек маленьких. То есть, это такие вот слюнявчики, которые можно использовать для того, чтобы вытирать ротик малыша, если он там отрыгнет и так далее. Дальше здесь у нас пеленки ночные. Здесь у меня несколько пеленочек разных размеров от Love to Dream. Их, конечно же, буду еще показывать. И одна пеленочка от Аланд. У Аланта также есть не только одежда для новорожденных, но и также пеленки. И материал очень-очень приятный. Дальше что еще? Одежда. Из одежды здесь у меня вот такой вот наикрутейший набор слипиков, бодиков, что там еще есть, распашонки. Ну и прочие предметы гардероба малыша на первый месяц. То есть, в целом, это все, что нужно действительно на первое время. Все такого белого, серого, молочного цвета. Вот все, как я люблю. Также есть из новинок вот такие вот печеньки или cookies называется коллекция. Ну и здорово, что все эти комбинезоны слипа, они разные. Есть и на кнопках, есть и на молнии, встроенные антицарапки, открытые ножки, закрытые ножки. Короче, все буду также показывать. Это все тоже отправляется в эту сумку. Потом здесь у нас ползунки. Их тут тоже, по-моему, штук 7 или 6, что-то такое. Ну, всякие разные. То есть, два размера, 56 и 62. И также есть с открытыми ножками, есть с закрытыми ножками. В общем, на любой случай жизни, что бы нам не понадобилось, здесь у нас будет. Потом носочки. Антицарапки отдельные. Потом у меня две шапочки от Элоди. Вот такая вот голубенькая и вот такая вот красивая зелененькая. Они тоже отправляются с собой. И от Аланта у меня здесь вот в этом прекрасном мешочке тоже шапочки разные. Есть чепчики, которые на выписку. И есть шапочки, которые уже будут служить нам, когда малыш чуть-чуть подрастет. И будет, ну, не совсем, только-только новорожденным. Также здесь для вот шезлонгов наших и просто такого более комфортного времяпрепровождения в течение дня здесь вот такой вот пледик от Элоди цвет минерал грин. Я вот прямо эту милоту увидела и поняла, что, ну, ай, для красоты давайте уж пусть будет. Так, и, конечно же, сосочки. Их я уже показывала в предыдущих выпусках. Здесь у меня целый пакетик сосочек от того же Элоди. Их я тоже кладу вот в эту сумку. И в целом это получается сумка для моего малыша. Здесь у меня моя сумка Гуччи. Сюда пойдут все мои гаджеты, то есть камеры, телефоны, там, я не знаю, планшеты, компьютеры и прочие, провода. То есть все, что мне нужно из моих гаджетов. Если получится место, сюда я положу еще некоторые гаджеты, которые нужны для детей. И, если говорить еще про сумки, сюда, наверное, добавится один чемодан, в который я положу мою одежду, там, косметичку небольшую, поскольку в Риге у меня есть уже и одежда, и вещи, ну, в общем, мне все дублировать не надо. И одежду для Рэма. То есть туда, в один чемодан я сложу все, что нам нужно с Рэмом. Игрушки, кстати говоря, в этот раз я брать с собой не буду. Так, Рэма в дорогу вот такая у нас подушка-акула, которая очень клево, она поддерживает головушку сзади, и здесь на магнитах она также крепится и закрывается под подбородочком. То есть головушка ребенка мотаться во время сна в машине, в автокресле не будет. Посылки попробую на все эти продукты оставить, если хватит времени, в описании видеоролика пропишу. Так, потом, что еще у нас с собой? Обязательно беру камеру для новорожденного малыша. И некоторые мамочки мне писали, что да, ты пробовала камеры или мониторы по наблюдению за малышами с разными сенсорами и устройствами, которые следят за дыханием и движением. Ответила, что нет. Действительно, вот когда Рэм был маленький, я не пробовала ничего подобного. Я бы знала, что есть разные, есть вот такие, как Angel Care, например, с монитором, который устанавливается под матрасик. Есть такие, которые, например, цепляется штучка на ногу малыша, пульсометр и так далее. В общем, в этот раз решила попробовать дать вам свой вердикт, стоящая штука или нет. Ну, посмотрим, как будет работать. Опять же, про нее больше буду рассказывать. Сейчас просто показываю из того, что мне нужно взять обязательно с собой. Второй. Потом в машину еще для Рэма шторка, которая будет блокировать солнечные лучи в поездке. У меня такие две. Я планировала их установить с обеих сторон для обоих малышей. Ну, вот со временем уже, когда появится второй. Это у нас Манчкин Брика. Так, потом у нас Алило или Алила Зайчик. Я так и не разобралась, как он называется, но были подруги, которые мне писали, что называется не Алило, как я называю, а Алило. Ну, допустим, будет у нас Алило. Потом у нас машинки белого шума от того же Манчкин и мой любимый хаш от Марпака. И также маленький портативный стерилизатор сосочек и мелких предметов от Манчкина, который отправится в детский рюкзак и в целом прогулки в коляске и прочее. Ну, то есть это очень крутая штука для того, чтобы стерилизовать сосочки, которые ребенок может уронить в машине и из коляски швырнуть и так далее, и так далее. В общем, эта штука также со мной едет. И наша любимая черепаха от Be Cloud. По-моему, Be Cloud был, да, не Cloud B. Это проектор-ночник, с которым мы живем уже, сколько получается, два года и два месяца вот рэму. Это наша вот незаменимая штуковина, которая перед сном и ночью светит прекрасными волнами морскими. Музыка здесь есть. Короче, очень крутой ночник, который вот прямо мы обожаем, не можем. Хотя я подумаю, может быть, на Амазоне найду, закажу еще один. Это должен быть и там, и там, и в Риге, и в Санкт-Петербурге. Короче, с этим мы еще разберемся. И получается, что, ну да, добавится у нас еще один чемодан вот сюда. И это, в принципе, то, что я хочу забрать сейчас в поездку в Ригу. То, что я оставлю на потом Арсу нам привезти, это Кика кроватка для малыша. Ее я также показывала. Оставлю здесь где-то наверху тоже ссылку на видеоролик. Потом обязательно, обязательно мне нужно взять с собой увлажнитель воздуха. Понятное дело, что в Риге его можно купить, но в Аланте я нашла вот эту компанию. Это Stadler Form. Это швейцарская компания и их Evo Original увлажнитель воздуха. Во-первых, очень качественная штука. Работает очень круто. Есть несколько функций. Мануальные, автоматические и прочие. Но, помимо всего остального, посмотрите на этот дизайн. В общем, очень красивая вещь, которую проектировал дизайнер Мати Уокер. И это вот прям такая еще одна легендарная штука, которая, мне кажется, вот должна быть в доме эстетов. Помимо всего остального, почему выбрала именно Evo Original, тут плюшки всякие разные, значит, увеличение гарантии на 2 года. И в комплект входит вот такой вот сенсорный пульт управления, очень изящный, тонкий. Потом гигрометр, который будет показывать правильные ли показатели влажности воздуха в комнате. Потом вот здесь вот такая вот крутая-крутая штука. Эфирное масло из линейки Relax для ароматерапии. Это мы также будем пользоваться. Ну и плюс ко всему здесь дополнительные фильтры, очищение. Короче, очень классный увлажнитель воздуха. И я вот решила, ладно, вот этот я возьму с собой и им пользоваться буду. Нам еще предстоит, конечно же, приобрести очищение воздуха. То есть не увлажнение, а именно очищение. Но это другая история. Этим тоже будем заниматься. Потом, что я еще оставлю Арсу на потом, это манчкин ванночки. Вот эту голубенькую мы наверняка не повезем в целом. Просто потому, что она для малыша от 6 месяцев. Она нам не понадобится. А вот эта зелененькая для новорожденного малыша, она мне будет нужна точно в Риге. И также весы Агу, которые у нас здесь вот такие вот красивые, также располагаются. Если говорить про доставку этих вещей, вы меня также спрашивали, почему я не использую доставку, а везусь сама. Ну, просто потому, что вот такое количество всего чего отвезти, когда тебе нужно, блин, ну, это очень дорого. То есть я узнавала цены самых стандартных курьеров, и даже самые такие вот привлекательные предложения, они были так себе не очень. Ну, и следовательно, легче мне на машине отвезти самой. И, в общем, я тогда контролирую, что, где, когда, знаю, кто что повезет. Ну, и в целом, на машине едем, загрузила, но не на спине. Хотя в прошлом году на спине везла из-за пандемии. В этом году все по-другому, повезем мы на машине. Так, смотрите, кто вернулся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сразу к мелочам. Так, давай, мама заберет вот эти мелочи, чтобы ты их тут мне не раздербанил. Ну, короче, этот красавец только что был у педиатра и сделал пробу на манту, да, так она называется. Короче, готовимся мы к садику, и были они с папой у педиатра. Ну, как у тебя все прошло, котенок? Все хорошо прошло? В общем, я пойду кормить малыша. Эти вещи как-то сложу более компактно для того, чтобы ребенок тут все не разнес мне. А мы с вами увидимся в следующем видеоролике. Тоже будет очень интересно, потому что мы поедем на последнее наше УЗИ в Санкт-Петербурге и будем смотреть на личико малыша. И будем сравнивать, похож он на Рэма или не похож. И также мы еще с вами должны вычеркнуть несколько имен из нашего списка возможных имен малыша. Ну все, мы с вами прощаемся. Котенок, скажи пока, подружки! Скажи пока! Пока, увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. А, ты сам будешь все упаковывать, да? Я понял. Субтитры сделал DimaTorzok